Система вознаграждения мозга предсказала развитие биполярного расстройства. Психология нейронауки 1259-24 Дек. 2018. Сложность 3.3. Система вознаграждения мозга предсказала развитие биполярного расстройства. Джианг Ши Эт-Дал. Frontiers in Psychology. 2018. Пониженная функциональная связь внутри некоторых участков Система вознаграждения головного мозга может указывать на развитие биполярного расстройства у пациентов после первого депрессивного эпизода, выяснили китайские ученые. В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology, сообщается, что у депрессивных пациентов, у которых в течение трех лет диагностировали биполярное расстройство, связь между вентральной областью покрышки и полосатым телом была ниже еще до первого периода мании. В отличие от клинической депрессии, биполярное расстройство характеризуется присутствием эпизодов мании или гипомании сравнительно коротких периодов повышенной возбужденности, которые очередуются с более длительными периодами депрессивного состояния. Тем не менее, биполярное расстройство может начаться из депрессивного эпизода. Именно поэтому отличить его от депрессии составит соответствующую схему лечения. Оба психических расстройства требуют разных медикаментов. На первых порах может быть сложно. Развитие технологии нейровизуализации позволяет подробнее изучить различия в активности и структуре мозга людей с разными психическими расстройствами и дает возможность предсказать их развитие по характерным паттернам. Одна из наиболее изучаемых в этом вопроса структура системы вознаграждения, функционально объединяющая в себе несколько отделов головного мозга. Изучить, как функциональные связи внутри системы вознаграждения могут указать на возможное развитие биполярного расстройства решили ученые из Нанкинского медицинского университета под руководством Цябаши. В их исследовании приняли участие 77 добровольцев с депрессией без диагностированных случаев гипомании в прошлом. С помощью ФМРТ в состоянии покоя исследователи получили карты функциональных связей внутри системы вознаграждения мозга. В контрольную группу попали 40 добровольцев без психических расстройств. В последующий период наблюдений, 3 года, у 37 участников из активной экспериментальной группы наблюдали случаи мании, характерные для биполярного расстройства. Ученые выяснили, что у людей из этой группы до диагностирования биполярного расстройства наблюдалось пониженное, по сравнению с участниками из экспериментальной группы, у которых мании не наблюдалось, функциональная связь между левой вентральной областью покрышки и левой вентральной частью полосатого тела. Ученые также не нашли значимых различий в функциональных связях между активной экспериментальной и контрольной группой. Авторы работы пришли к выводу о том, что анализ функциональных связей внутри системы вознаграждения может быть использован для эффективного предсказания возможного наличия биполярного расстройства у пациентов уже после первого депрессивного эпизода. Осенью этого года другая группа ученых показала, что определить одно из двух психических расстройств можно и в фазе ремиссии по активности миндалевидного тела при анализе эмоций других людей. Елизавета Евтушок